Дорогие друзья, здравствуйте! Вот насущный вопрос. Как же все-таки нам исполнять волю Божию? Какую от нас требуется исполнять? Прежде всего, надо понимать, в чем она состоит, эта воля Божья, и где нам ее узнать. Прежде всего, конечно, это Писание. Все Писание говорит о воле Божией. Оно и есть воля Божия. Для нас, христиан, пришедших извне от единого Бога, воля Божия прописана и в Тарее, и в Новом Завете. Тоже, как и для всех христиан, кто уверовал в Сына Божьего. Да не смущается сердце ваше, говорит Христос. И в меня веруете, и в Отца моего веруете. То есть через Христа мы приходим к пониманию единого Бога, и говорит нам Христос. Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. Это воля единого Бога. Потому что я говорю то, что говорит мне Отец, сказал нам Сын Божий. Носите тяготы друг друга. Так вы исполните закон Христов. Что это значит тяготы друг друга. Помогайте друг другу. Не будьте равнодушными ни в чем. Чтобы близкие ваши имели радость в этой жизни, имели понимание о Боге через вас, через милосердие. Это и есть воля Христа. А воля Христа – это воля единого Бога. Об этом нам и говорит Мессия многократно. 25 глава от Матфея. Еще раз говорит нам о воле Божьей, передаваемой через Мессию. Конкретно, друзья, говорится нам. Таланты, то есть поиск истинного живого Бога, которые даны каждому человеку по его мере. Поэтому тут разное количество талантов. И два, и три, и пять. Каждому по его мере. И не то количество талантов человек должен в себе реализовать, какое дано другому максимально, а именно свои собственные таланты. Если мы их закапываем в землю, если мы ничего не ищем, не стремимся видеть лица живого Бога, не исполнять его заповеди, то мы будем, по словам Господа, лукавые рабы и ленивые. И заберут у него все то, что было ему дано в будущей жизни. И в этой и отдадут тем, кто ищет лица Божьего. И реализует эти свои таланты. И далее говорит нам Христос, волю Божью, какова она. Ибо я алкал, и вы накормили меня. Жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне. Праведники, которые даже не помнят, что они это делали, потому что для них это было естеством, ищащее Бога, принимает это как естество, милосердие, забота об окружающих, о всем мире, и о людях, и о каждой пылинке и песчинке в этом мире. Они изумлены, но факт тот, что эти люди, именно эти, оденут белые одежды святости, и будут возле Бога, по правой его руку. Так, заключение. Как исполнять? Что есть воля Божья? Как нам ее исполнять? Две вещи мы видим из Писания, самых важных. Конечно, там они распадаются на многочисленные нюансы, состоят, вернее, из них тысячные и миллионные. Но самое важное – исполнять заповеди, вот то, что мы с вами прочитали, посмотрели сейчас, исполнять их. И те заповеди, которые прописаны нам в молитве, которые мы называем молитвой Господней, «Очи наш, иже истина небеси, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на земле, так и на небе. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и оставь нам долги наши». Внимание, друзья, яко же и мы оставляем должникам нашим. То есть все, кого мы обидели, мы должны спрашивать прощения. Все, кто нас обидел, мы должны отпускать от сердца, понимая, что мы все грешны перед Богом. И если Он нас прощает, если Он долго терпит, то мы должны делать то же самое. Кстати, прощать – это не значит, что человек за преступление должен избегать наказания. Нет. Но в сердце, в сердце не должно быть ни осуждения, ни ненависти. Это есть прощение. Прощать надо уметь и самого себя, что бывает очень сложно, понимая прекрасно, что мы несовершенные, немощные, и стараясь более не оступаться, просить о помощи Всевышнего, помогать не оступаться. А если оступились, то видеть это и, конечно, идти вперед. Ибо именно наши ошибки помогают нам взрослеть. Ребенок, когда учится ходить, падает. Если бы он не учился ходить, то бы он и не падал. Так и человек. Когда он идет вперед, ищет лица Божьего, он, конечно, падает. Но Бог помогает такому человеку подниматься, если видит искренность его поиска. Поиска Бога во всем. Так, исполнение воли Божьей, то есть его заповедей, чтение его Писания, чтобы понимать, в чем состоят заповеди Божьи. И исполнение всякой своей работы, всякого своего дела, от самого маленького до самого гигантского. Исполнение честно, максимально хорошо, опираясь на эти Божьи заповеди, которые нам прописаны. Поиск лица Божьего, исполнение заповедей, то есть это милосердие каждому, что есть на этой земле и кто есть. И выполнение своего собственного дела, еще раз скажем, какое мы делаем, любое, от стирки белья до строительства храмов и домов, максимально хорошо, во всем опираясь на Божьи заповеди. Всех обнимаю, всем миром.